Всем привет, ребят! С вами Стрываньки, сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик возвращается в те же самые замечательные, интереснейшие рейтинги. Сегодня у нас очередной знаменательный день, потому что у нас имеется новый рекорд. Буквально неделю назад мы вместе с вами лицезрели одного молодого человека, никнейм которого Шейн, который сумел набить более 4 миллионов кристаллов за неделю, а именно 4 миллиона 200 с небольшим тысяч кристаллов. И тогда я сказал, что этот рекорд будет побить крайне тяжело, практически невозможно, но понятное дело, что никогда нельзя не говорить никогда. И понятное дело, что всегда, ну, маленький шанс есть того, что будет хотя бы тот человечек, который сумеет просто прийти и сказать, ну вот я могу взять и набить этот легчайший рекорд, и ничего сложного в этом нет, как и произошло уже всего лишь через неделю. Адиль Хан. Именно данный игрок сумел побить рекорд, и полноценно именно он теперь у нас является тем самым игроком, который имеет максимальное количество набитых кристаллов за неделю. По праву лучший игрок матчмейкинга, если мы уж делаем акцент на мировые рекорды, то именно этот статус теперь уже полноценно закрепляется за данным игроком, Шейм становится Экс, лучшим игроком матчмейкинга, ну, а Тёмик становится Экс-Экс. Ну, короче, там уже как бы, ну, вы понимаете, то есть Тёма уже как бы со своими тремя миллионами улетает куда-то далеко-далеко, но где-то, где-то как бы ещё кто-то его помнит, но уже как бы улетает, да, то есть когда в то ещё время Тёма набивал 3 миллиона, для всех казалось, что это просто безумная цифра. Тут появился Шейм, я уже подумал, что, ну уж точно, теперь точно, ну как бы долго мы ещё не увидим такого человека, который сумеет что-либо здесь побить. Через неделю мы видим молодого человека, который говорит, ну так чисто, 4 миллиончика там, почти 500 тысяч. Легко, легко, просто легко говорить себе и делает такие вещи. Я, конечно, думал, что там и мы 5 миллионов увидим, потому что именно на такую сумму надеялся и хотел нам показать данный молодой человек, но, к сожалению, он этого не сделал и даже не дошёл до 4,5 миллионов, к чему хотел стремиться Шейм, но тоже не сумел сделать. Хотя в первые 5 дней Адильхан шёл очень жёстко и уже в пятницу вечером у него было порядка 4 миллионов кристаллов, соответственно, за 2 последних дня он набил всего лишь 470 тысяч кристаллов. И это, наверное, является не такой большой цифрой, и если мы вдумаемся, то что, ну, типа, как бы, чё, за 5 дней сумел 4 ляма там, грубо говоря, набить, да, он шёл очень жёстко, что ему помешало набить в дальнейшем то оставшееся количество до 5 миллионов. Но вы сами понимаете, что, ну, это жизнь, да, как бы, и человек явно не робот, да, и многие говорили о том, что, скорее всего, там бьёт 2 человека на аккаунте, то, что 1 человек не смог бы так много набить, но, исходя из тех характеристик и данных, чисто сухих цифр, я могу сказать, что это бил, скорее всего, я не могу на 100% это, как бы, ну, как бы предполагать, потому что, ну, я, я не знаю лично, кто это такой, поэтому не могу. Но, скорее всего, это бил 1 человек, потому что с жёстко-лютого 5-дневного задротства, после, вернее, после жёстко-лютого 5-дневного задротства, у человека случился тот самый момент, когда он просто не мог дальше бить настолько жёстко. Его не было в игре, по моим данным, на протяжении где-то 15 часов. Это довольно большое количество времени, и этого времени хватило ему, дабы, ну, прийти немножечко в себя. Всё-таки, ну, для меня, я не знаю, ну, я когда начинаю смотреть на эти цифры, мне плохо становится, честно. Да, то есть, ну, ну, это просто что-то, что-то безумное. Я не знаю, зачем чаться за этими цифрами, но окей. Имеем то, что имеем, человек сделал перерыв, и, к сожалению, человеческий фактор не дал ему сделать вот этих вот, тех самых 5 миллионов. Хотя, чисто в теории, каждый мог бы сказать о том, что если уж человек так жёстко бьёт на протяжении 5 дней, то есть там в среднем где-то по 700-750 тысяч кристаллов набивается, может, даже где-то чуть-чуть больше, и думаете, что ему там помешает добить эти 5 миллионов, но, видите, как невозможно без перерыва по 18 часов, может, даже больше бить. И, понятное дело, что здесь уже дополнительно влияет ваши сами, как бы, скилловые данные, да, каким бы вы не были бы игроком, но есть те ребята, которые сумеют за определённый период времени набить больше. Адильхан, для меня лично, это чел, которого я определённо вообще не знаю, да, то есть, и если посмотреть на какие-то сухие цифры, то здесь я могу сказать, что это всё-таки, наверное, чуть выше среднестатистического игрока матчмейкинга, да, то есть, это не сверх какой-то жёсткий, лютый чел, который умеет прям максимально чётко и грамотно распределять каждую минуту, дабы получить максимальную выгоду, да, то есть, если мы, например, рассмотрим, там, Тёму, Шейма, там, и Адильхана, да, то, понятное дело, для меня я Тёму поставлю на первое место, то есть, я понимаю, насколько чел может жёстко упороться в каждую минуту времени, дабы получить максимальную выгоду, да, чтобы потратить как можно меньше времени, чтобы набить как можно больше кристаллов. Здесь, ну, я думаю, что ему было в этом плане потяжелее, ему пришлось потратить ещё больше времени, ну, и набить вот такие вот определённые цифры. Это безумно большое количество, и я в очередной раз скажу, что я надеюсь, что больше никто не будет экспериментировать и пытаться догонять вот эти вот цифры. Успокойтесь, ну, серьёзно успокойтесь, не надо этого делать. Я и так уже, ну, как бы, ну, мне страшно смотреть на эти цифры безумные, но, блин, ну, если вы начнёте каждую неделю кто-то вот такие вот цифры бешеные давать, я, конечно, человек простой, я увижу цифры, я запишу видеоролик, да, расскажу всё, что думаю по этому поводу, но оно того стоит? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Но, что касаемо Адильхана, человек кинул своё слово, он сказал, что он сможет побить рекорд, он это сделал. И для меня лично, исходя из того, сколько пустословов я видел, которые говорили, что да чё там это лёгенький рекордик, там изи каточка, да я пятёрку набью, это лёгкое, а потом, ну, там, как бы, даже до миллиона цифры не доходили, то здесь человек сказал, я смогу, он смог. Вопросов я больше не имею. Что касаемо, вообще, в принципе, его аккаунта, да, если уж немножечко посмотреть, раз уж мы зашли в рейтинге, да, то УП 1.76 для 78-й легенды, которая набивалась, скорее всего, именно в матчмейкинге, это неплохие цифры, да, неплохие цифры, молодец, по кристаллам коэффициент, ну, можно было бы лучше, конечно, ну, в принципе, тоже полтору ли где-то около этого, коэффициент нормальный, эффективность, ну, не сверх крутая, но я думаю, что за этим игрок, в принципе, не гонится. Что касаемо пушек, то здесь, как я понимаю, нету какой-то одной определённой, которая больше всего нравится этому игроку, так же само, ну, по корпусу здесь, конечно, есть больше приоритет викингу, но тоже, как бы, набито на всяких разных корпусах, поэтому игрок, как бы, смотрит на все метовые темочки, тут бустер-защитник по дефолту, механик, ну, и спасатель, то есть обычный, выше среднего, статистичный игрок, как я уже сказал, матчмейкинга, который просто сумел показать вот такие вот интересные, замечательные цифры. Наверное, это всё, что я хотел бы вам сказать сегодня, как, ну, уже сказал, не гонитесь за цифрами, пожалуйста, ну, не надо вам этого делать, если кто-то сейчас сидит и думает, что он сможет больше набить, ну, раз в сто хотя бы подумайте, надо ли вам это вообще. Если вы думаете, что это сделать легко, то подумайте ещё сто раз. И, возможно, у вас просто отпадёт желание делать что-то подобное. Я лично против того, чтобы игроки вот такой вот ерундой занимались. Это безумные цифры, безумные цифры. Пишите, что вы думаете, друзья, по этому поводу. Прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, если ещё вдруг этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok